Пресс-центр Мемориала Таля. Идет бурное обсуждение партии четвертого тура. Пожалуй, самого интересного из всех сыгранных. То, что все поединки в конечном итоге завершились миром, не имеет никакого значения. Это тот случай, когда форма явно проигрывает содержанию. Я не был уверен, что это правильный план, потому что мне часто F4 надо провести марс-пешку, поэтому я пока пошел так, все равно придется пройти. Пешку так, так и так, если буду, какую-то странную игру сделать. Потом все поменять, и там типа какой-то секс-ванки, G4, G5, 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 G5. Он не пройдет, я думаю. Я что-то прикидывал, по-моему, назад он пройдет. По-разному. А что мне играть? У меня всегда 4 ладьёй. Да, да. Но дело в том, что там король на живой себе может стать, и все равно это не выигрыш, G4, G5. Но, по-моему, тут какая-то еще была фишка, что я не успевал даже все это. По-моему, как-то ладьёй. Типа какой-то заход ладьёй. Владимир Крамник сейчас объяснит, в чем, собственно, заключалась фишка. Нет, тут какая-то фишка была. А, фишка была вот, чем я вспомнил. Так, да. Вот так. Идея в том, что и так. А там еще и так. И ничего не хочу, просто стою. Ну, какая-то любопытная игра. Но я что-то решил не форсировать. Я не знаю, мне не повезло, слишком уж темпов много. Тут еще у меня 100 ходов еще делают. Да так. Мне показалось, что это черное успехи. Я так. Морозевич и Лека – два прямых конкурента в борьбе за высшую награду. Сегодня они оба играли, по их словам, настолько логично, что ничейный исход был неизбежен. А критический момент в партии, оказывается, наступил на четвертом ходу. Я думаю, что вы обе точно не знали, как придет. Для обе они немножко ели. Я сыграл сотни партий в кресту с Максом. Макс – это международный мастер Максим Ноткин. Я играл в белом. Все, вроде, сотни партий. А ты любил без слуги? Нет, с Ноткиным. Макс, мы это играли лет 12 назад примерно, я помню, да. Такие тематические, безмарочные у нас были, да. Да, и ты меня как-то черными обычно обыгрывал здесь. Ну, значит, ты тоже играл. Ну, да, да, фигуре, да. Я помню, ты мне так пришел, ты ставил. Я обычно всегда фигуру делал, мне это ставил маток. Принципианы играли. А на G4 все-таки нельзя брать здесь? Нет, это теория. Сейчас еще один. А бить, бить, а конь G2, по-моему, что-то типа там было. Да, это все теория. Местер Ди тоже есть АЖ, АЖ, Г3. Это самый главный вариант. Ну, я думаю, лучше так. С структурой лучше. Да, все логично. Взяли-взяли, шури, 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 шури. Но самым захватывающим получился поединок Мамедьярова с Иванчуком. Это его обсуждали в пресс-центре в самом начале сюжета. Продолжают обсуждать и по окончании партии. Все вместе. Ну, если я вот эту же хожу, ничью. Так. Ну, вот это не читал. Ты думаешь, не читал, да? Ну, здесь ферзь Е5 единственный ход. Не, ну, если не лежит, я бы с выиграл. Ну, тогда ты проиграл. Ферзь С1, я считал, что ты проиграл. Я Е3 считал, ферзь Е1, король Ф4. Я считал, что... А почему проиграл? Ну, я тоже так не знаю. Ну, я ничего не находил. Ну, может, я чего-то не видел, конечно, я не спорю. Что? Как-то поиграет. Ну, я считал, что здесь у меня перевеса после ферзи Е5. Я должен делать точнее. А, правда, это... А, ферзь С1, ферзь С1, ферзь С1. Ферзь С1, ладья А4. Ферзь С1, ферзь С2, да. Это у тебя есть, да. Это Е1, 4, 3, 8. Да, Ферзь ДП. Ферзь С2. Ферзь С1, Ферзь С1. Ферзь С2, ферзь С2. Нет, король Е4. Да в Е4 там потеряешь ладья А4? Нет. А король С2, а с... А король Е... Нет, что-то я не... Ферзь С4, да. Ферзь С4, да, Ладья А4. А, ладья А4, да, ладья А4. Ладья А4, да, ладья А4. Ага, да, да. Да, ага, значит, что-то мне ответили. Так, как обратно... Как обратно? Король Е1 на правду группу. Король Е4, Ферзь Е8. Король Е4, Ферзь Е8. А Кумбитрия, как? А, король Систый. Ферзь Б3, Шах. Б3, Шах. Здесь такой синхон есть. Ферзь Х8, Ферзь Ф3. И так закрываешься. И на выигрыш уже говорят. Другие игры. Что Ферзь Х8? Ферзь Х8, Академия. Какая с ней позиция? Вы уже не видел. В общем, Ферзь Х8. Ферзь Х8, Ф3, Ф3, Ф3. Ты же сразу бил Ф7. Ну, вы держи С7 магично. Мы можем хуже стоять, да? Хуже стоять, но ты не делаешь? А! Вы же шахал. Да. Ты здесь фрагу стоять, да? Да. Ты же ничего не видел, на интуитивном грунт. Я думал, что это зоно, что он не решит. Очень интересно. Здорово. Впереди. Для объективной оценки все-таки вводятся один, жесткий код. А ты как теория отцениваешься? Теория, я вообще не знаю. Уже почти стемнело за окном. На сцене никого, кроме Евгения Алексеева и Гаты Камского. Россиянин имеет реальный шанс завоевать первые очки на турнире, поэтому так долго мучает соперника в Эншпиле с лишней пешкой. Наконец бланки подписаны, снова ничья, и секундант Камского Эмиль Сутовский спешит поздравить подопечного. Заодно и посоветоваться, был ли выигрыш у белых. КОНИФ-3, смысл? КОНИФ-3, да. Сиди, а то что, если это G5, КОНИФ-4? Не, даже КОНИФ-5. Да, не, даже КОНИФ-5. И СУН-3, G5, КОНИФ-5, КОНИФ-3. Опять нужно? Да, у тебя КОНИФ-6? СУН-3, G5, КОНИФ-4, КОНИФ-5. КОНИФ-3. Суфон в 1, КОНИФ-4, КОНИФ-3. Или вот, потом КОНИФ-4, и потом ШНИФ-4. Ну, если КОНИФ-3 поставил, наверное, выиграет. Да, играем до 4 смену. Пароль на победе. Тебе, все же там просто КОНИФ-7. СУН-3, КОНИФ-3. Ну, конечно, КОНИФ-5, КОНИФ-6. Пароль Е-6. Не, ну не просто, наверное, выигран. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.